Добрый вечер. Сегодня в гостях у меня Андрей Житинёв, и с ним, несмотря на абсолютно русское имя и фамилию, в стык идёт два совершенно нерусских слова «крафмага». Мы постепенно перейдём от «крафмаги» как таковой к самообороне в автомобиле, а перед этим Андрей всё-таки расскажет, что же это такое «крафмага». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, слушателя. «Кравмага» прежде всего — это рукопашный бой. В переводе с «еврита» — это контактный бой. То есть ничего такого особенного в этом словосочетании нет. Просто это наконец-то на своём языке назвали вещи своими именами. Да, да, так и есть. Как называется «кошка»? Она называется «кошка». Как называется контактный бой? Она называется «крафмага», потому что на этом языке он так звучит. Да, как в русском «самбо», да, самооборона без оружия. Слушай, в истории Израиля очень многое насчитывает обычно веков, это к 100, а что-то совсем недавно придумано. «крафмага» — это когда Моисей, или это вот прямо сейчас? Нет, это недавняя история. Началась она в 30-х годах в Европе. Тогда основатель «крафмага» имя Лихтенфельд, он, будучи спортсменом, разработал некую систему самозащиты для людей из еврейских местечек. То есть легенда о забитом евреи должна была в эти годы уже прекратиться? В общем, да. То есть нужно было отоварить в жбан так, чтобы после этого было неповадно просто всем. Да. Ну, мы с вами знаем, какие события исторические были в то время. Им была разработана система, которая могла бы максимально быстро обучить людей основам. Основам и самым простым действиям из бокса, джиу-джитсу и прочих ударных дисциплин. То есть это то, что у русских называется самбо? Фактически да. Фактически да. То есть из лежащего на поверхности логичного и легко воспринимаемого? Совершенно верно. Вот. В середине 40-х, когда было образовано государство Израиль... Это даже конец 40-х. Ну, да, ближе к концу. Ими был приглашен для разработки системы для армии молодого государства. Соответственно, им была разработана система, которая позволяла, опять же, быстро и качественно обучить солдат израильской армии приемом ведения рукопашного боя. Государство молодое, вечно в войне. Да с первой секунды. С первой секунды. Как только дали занавес, тут же такое началось. Да, совершенно верно. И таким образом система смогла себя показать уже в деле. Спустя какое-то время было принято решение адаптировать эту систему для гражданских. То есть все-таки Крафт Мага стала боевым искусством на каком-то этапе? Это не боевое искусство. А боевое искусство предполагает философию, предполагает какие-то там позы. Слушай, здесь достаточно просто антифилософии. Бей жилов, спасай весь остальной мир. Ага, вот те Крафт Мага в лоб. Вполне достаточно. Нет, философия, она не подразумевает под собой какой-то национальной подоплеки. Философия одна. Не быть жертвой. Все. Достаточно. Соответственно, также не получить повреждений. Есть еще такой постулат, причем это касается как тренировок, так и реальной жизни. Правильно я понимаю, Крафт Мага зарождалась как гражданская самооборона, потом шагнула в армию и стала элементом подготовки солдат, а потом на базе того, что было разработано для армии, шагнула обратно в народ, чтобы защитить простых граждан. То есть эдакий заход на второй круг от гражданского через военное к гражданскому. Да, да, совершенно верно. Система предполагает, если мы говорим о гражданских, она предполагает использование натуральных рефлексов тела. То есть на какие-то раздражители, на какие-то угрозы наше тело автоматически рефлекторно реагирует особым образом. Поднимается рука, чтобы заслониться от летящего камня или что-то другое. Здесь все эти элементы натуральных реакций организма были использованы в качестве оборонительных техник, блоков. То есть эти блоки, они не такие, как в каких-то восточных искусствах. Как обычно показывают в кино про карате, не такие? Не такие. Они более натуральные. Они простые, кратчайший путь. И также Кравмага подразумевает не только физическую самооборону, но и тактическую. То есть людям дается понятие о том, что они живут в неспокойном мире. Целая страна живет в очень неспокойном мире. Целый мир живет в очень неспокойном мире. Но в Израиле в этом отношении сильно не повезло с уголком мира. Ну, это да. Поэтому Кравмага подразумевает еще и теоретический некий курс. То есть это какие-то вещи, которые, возможно, кто-то в силу, ну, не знаю, воспитания, в силу каких-то, может быть, жизненных принципов, он их обходит. Например, идет шумная кампания навстречу. Ну, у нас это считается, да, у молодых людей, да, это считается, ну, не очень по-мужски взять и перейти на другую сторону. Тем более ты идешь один со скрипочкой, только что после вечернего концерта, весь во всем белом, а тут навстречу тебе идут интеллигентные, приятные люди, человек 15, все слегка перепачканные, чуть-чуть пахнущие и не очень твердой походкой. Ну, действительно, не по-мужски. Ну, у кого как, да, у кого какие жизненные установки. Ну, так или иначе, тактически будет правильно взять и перейти на другую сторону. Взять и там свернуть в магазин. Не надо идти на пролом. То есть умение избегать острых углов в жизни, в своем поведении, это лежит в основе кровмога. Не быть жертвой, то есть не вести себя, да, виктимно. По-русски называется «куда ты пердурак». Ну, примерно так и есть. На более крутом уровне философских обобщений это звучит «лучшая битва, это несостоявшаяся битва». Да, совершенно верно. Это скажет вам любой боец, ударник и преподаватель искусств. Да и любой полководец тоже. И то верно. Но также есть ряд принципов, да, которые не подразумевают какого-то конфликта с другими людьми. Да, то есть по-человечески, да, не надо ходить, например, по краю платформы в метро. Хотя, если спуститься, да, можно увидеть, что люди так ходят. Не надо заходить на рынок и говорить продавцу бананов «ты не мужчина». В ответ на то, на что он тебе скажет «да, конечно, извините». Ну, это уже совсем крайняя ситуация. Ну, действительно, не надо. Терминальные идиотии, так скажем. Но, например, да, не надо ходить под окнами, вот прямо вот вдоль дома под окнами, потому что, не дай бог, упадет горшок. Ведь упадет. Так же и в каких-то конфликтных ситуациях. Ну, вот если сидит детина с огромной татуировкой черепа на плече, зачем лезть на рожон? Зачем к нему подходить? Или если ты видишь, что он настроен агрессивно, зачем продолжать сидеть рядом с ним, ожидая, что в голову что-нибудь прилетит? А если группа ребят во дворе только что аккуратно выковырила ламы из забора и, размахивая ими, идет навстречу тебе, то это не потому, что они хотят, чтобы у тебя упала температура, а они эпохалами своими тебе ее снизят? Да, совершенно верно. То есть вряд ли. Вряд ли. А скажи, пожалуйста, вот Крафт Мага, это самооборона или это способ контратаки, где от обороны ты переходишь уже к нападению? Вот совершенно верно. Это прежде всего нейтрализовать, точнее нет, а предупредить, избежать, а если не получилось, уже нейтрализовать, контратаковать. И после этого, после контратаки, мы не говорим о том, что человека надо забить до смерти, контратаковать и уйти. Ну удрать-то это по-любому, это всегда. А вот все-таки степень контратаки, дело в том, что если ты в споре с оппонентом, который настроен очень решительно, пытаешься его только попугать и демонстрируешь ему некие свои навыки, ты скорее всего проиграешь. Если ты, условно говоря, пытаешься отогнать группу лиц при помощи табуретки, размахивая ей в воздухе, это не то же самое, что самому задиристому засадить в лоб табуреткой. Вот тогда они поймут, что ты не пугаешь. Крафт Мага предусматривает вот этот переход от активной контратаки к полной безоговорочной капитуляции врага? Поскольку в Крафт Мага нету запрещенных ударов... А, все понятно. Вот, то безоговорочная капитуляция при должных техниках, да, она достигается через секунд десять после начала. Ну, естественно, если уровень бойца достаточен для этого. Опять же, удары в глаза, в горло и, главное, удар в пах. Они не предполагают дальнейшего развития событий. Они предполагают то, что человек ляжет на землю, и у меня, как у несостоявшейся жертвы, будет секунд десять-пятнадцать на то, чтобы уйти, увезти свою семью, своих друзей. Перерыв на новости, потом продолжим разбираться в нюансах. А также с Андреем Житиневым, Московский центр Крафт Мага, самообороны вообще, как мы только что выяснили, без запрещенных приемов. И мы потихонечку переходим к жизни в городе и выживанию за рулем автомобиля. Да, поскольку Крафт Мага развивается с учетом развития жизни, предполагается использовать... Прости, первые приемы были на лошади, да? Нет, это был просто рукопашный бой, один на один. Даже без оглобля. Да, даже без оглобля. Так скажем, в чистом поле, да? То есть это обычный рукопашный бой, который на татами. Но ситуация в городе, да, она диктует несколько другие условия. У нас, нас окружает определенная среда. То есть это подъезды, это лифты, это какие-то ограниченные пространства, транспорт. В том числе и личный транспорт. Крафт Мага предполагает еще и самооборону в автомобиле, в личном автомобиле. Здесь возникает масса причин, когда это вообще может понадобиться. Открываешь YouTube, а там этих причин, ну просто килотонны. Да, да. То есть, во-первых, есть некие нездоровые тенденции в обществе. Вот это вечное выяснение отношений. Кто на дороге прав, кто не прав. Погоди, в таком случае тут несколько направлений. Значит, крафт Мага, как вид обороны себя вместе с автомобилем, если угроза внешняя, когда разборка из соседней машины. И второй вариант, это когда все происходит у тебя в салоне. Например, ты таксист, частный извозчик или мамзелька блондинистая, которая сердобольно кого-то подвезла, и вот тут началась крафт Мага. То есть, это два разных направления. А московский центр крафт Мага, он, насколько я понимаю, готовит по обоим направлениям. Вообще, семинары, которые проводит наш центр, они подразумевают не только умение драться в ограниченном пространстве салона автомобиля, но и тактическое поведение до посадки в автомобиль, то есть, это подход к автомобилю. Это поведение в салоне, когда мы подошли, сели. Хорошо, давай тогда, значит, со второй части Морализонского балета. Итого, крафт Мага внутри машины. То есть, как не доиграться до ситуации, которая будет развиваться на борту твоей машины, и что делать, если оно уже тут случилось? Да, да, совершенно верно. То есть, ты за рулем, а крафт Мага вокруг тебя. Один, два, три, четыре, пять экземпляров. Ну, прежде всего, если человек оказался в такой ситуации... Он работает таксистом, у него нет выбора. А они трое стояли, производили приятное впечатление, махали ручками и сказали, командир, да и нигдам, да. И командир сказал, поехали. И? Здесь уже все зависит от того, готов ли человек. То есть, если он просто включил любимую волну и поехал, и не думает о том, что у него в машине четыре незнакомых человека ему. То есть, которые, возможно, неадекватные. Может быть, они там психически нездоровые. А может быть, они абсолютно здоровые, просто они умеют это делать. Да, они вполне возможно умеют это делать. И таких ситуаций очень много, да, прецеденты есть. Если он сел, расслабился, он не ожидает того, что случилось, ну, тут уже никто не поможет. Если человек ведет машину, при этом смотрит за дорогой, и при этом он еще по зеркалам, да, там, оборачиваясь, контролирует, чем занимаются его попутчики, он уже себя хоть на 10%, но обезопасил. Осталось еще 90. Осталось еще 90. А в том случае, если на борту пять человек... Ну, пять, они будут мешать друг другу. Хорошо, пусть их будет трое. Вот этих самых, которые враги. Здесь, возможно, несколько ситуаций, да, это может напасть как пассажир переднего сидения, так это может быть пассажир, который сидит сзади. Это вообще самый опасный. То есть, когда мы говорим о самообороне для пассажиров, пассажиров, их, чтобы, да, там, нехороший частный извозчик не забрал все ценности. Советуют садиться за... Ну, сзади как минимум. Да, сзади как минимум, и лучше всего за водителем. Пусть он дрожит всю дорогу. Да. Совершенно верно. И озирается. Но, когда мы говорим о том, что мы находимся на... как раз на водительском сидении, пассажир, который сидит ровно за нами, очень опасный. То есть, мы его практически не контролируем. И вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда Андрей Житинев ведет машину, и пассажир сзади накидывает на шею, ну, условно говоря, удавку. И? Что в этой ситуации Краф Магар рекомендует, кроме некролога? Активное сопротивление. Которое как выглядит? Ну, я вряд ли смогу это сейчас по радио показать. Объясни. Идиоматическими выражениями без русского мата. Это... Должен произойти резкий срыв. То есть, в зависимости от того, это происходит в движении или... В движении. В лучшем варианте движения. Резкий удар по тормозам, который в любом случае бросит его вперед, и хватка, удавка на шее чуть-чуть ослабнет. Да. В этот момент как раз туда нужно будет запустить руки, резким срывом убрать это с горла. А если не получится резким срывом, потому что это струна? То есть, не шнурочек, это не шпагат от тортика. Понятное дело. Здесь уже можно полагаться только на удачу и свою тренированность. То есть, если есть возможность... Начинай хвалить Крафмагу. И эта тренированность, которую вы получите в нашем клубе Крафмага, приведет к тому, что вы сделаете что? Вот удавка на шее, машина резко останавливается, три кулька пролетают мимо тебя по 85 килограммов, а у одного из них нож, у другого удавка и... И, как минимум, мы выходим из машины живыми. Погоди, ты пристегнутый. До выхода из машины, еще как подводные лодки Курск до всплытия. Сергей, ну здесь можно долго теоретизировать. Но практическая рекомендация. Все это отрабатывается на практике. То есть, я могу сейчас показать это руками, могу объяснить это словами. Объясняй. Подскажи тем людям, которые к Крафмагу придут после этого. Они должны понять, зачем. Затем что? А затем, что одной рукой отстегивая ремень, а другой контролируя удавку на горле, вы переворачиваете на живот, с тем, чтобы ослабить давление себе на шею. Потому что единственный вариант в такой ситуации, это самому упасть между сидениями, тем самым не давая возможности человеку, который тебя душит, свое воздействие на твое горло продолжать. Он вынужден будет ослабить, потому что ты меняешь траекторию тела. И вот только после этого, вне зависимости от того, что делает второй сидящий справа от тебя, стреляет, колет или режет, в зависимости, конечно, от того, насколько ты готов этому противостоять. Но самый грамотный вариант, вот после этого выбираться из машины. Первое, это убрать опасность от собственного горла. Приходите к Сергею Слоняну в Крафмаган, он вам покажет, как это делается. Вы меня просто сейчас... Просто вы сейчас выступили, как эксперт Крафмага. Да, вам немного скрытых талантов. Знаете, армяне, они, в общем, союзники евреев во многих вопросах. Цахал не всегда приходит на помощь. Я понимаю. То есть есть способы. Это не безнадежная ситуация. Да, способы есть. И есть даже прецеденты, когда струна была наброшена на шею, и человек вырвался. Вырвался, ударил нападавшего и покинул автомобиль. То есть он остался жив. Я лично видел этого человека. Бедный. Вот это ж надо было столько испытать. Да, кстати, в этой связи рекомендация. Сколько бы ни стоила ваша машина, и как бы корява она ни была по левым документам, застрахована на невосполнимую сумму, с этой секунды ее надо покидать. И не надо бороться за живучесть корабля. Он утонет. Он намотается на столб, может быть, вместе с вашими неприятелями. Но жизнь настолько незаизмерима выше автомобиля, что не нужно бороться за сохранность машины. Нужно бороться за сохранность собственного горла. Абсолютно верно. В этой связи показательная история. Буквально 6 лет назад. Иду это я иду? Нет, в 2008 году, когда девушка, был громкий прецедент, когда девушка, спасая свой Порш Каен, уцепилась за ручку, и ее провезли. Это та самая парадоксальная девушка в некрологии, в которой было написано, что она всепланетный мастер по межгалактическим битвам на руках, ногах и тамагавках со всеми марсианами, какие только бывают. Директор охранного агентства анкопулеметчица ее размазала как последнюю клушу об дорогу, потому что она вцепилась руками за свое имущество. Это говорит о том, что диплом ты можешь купить любой, а твоя квалификация тактическим поведением на дороге абсолютно не выдержала никакой критики. Подтверждена не была. Так и есть. Я не могу говорить о квалификации. В гробу смотрелась довольно красиво. Это стройная девушка была, я помню. Очень трагический случай, потому что погибла она как курица, а не как владелец профильного агентства. Перерыв на новости, потом продолжим защищать себя в автомобилях. Мы подошли к самому бесценному Крафт Мага самообороны в автомобиле. К Андрею Житиневу добавился Виталий Ковалев, старший инструктор московского центра Крафт Мага. Тот самый человек, который к нам на эфир чуть-чуть задержался именно потому, что в этот момент в рукопашной схватке одолевал врагов. Враги повержены и Виталий с нами. Здравствуй, Виталий. Здравствуйте. Так вот, в ситуации, когда водитель, таксист, хочешь не хочешь, ты берешь тех людей, которые тебе не нравятся и которые могут представлять скрытую угрозу. Об этом ты не догадаешься, пока они не начнут действовать. И самая трагическая ситуация, их трое, один сзади, один справа спереди, соответственно, третий там уже по диагонали съедет на правом заднем сидении. Вот если все трое знают, что делать, каковы шансы, каковы действия человека, который прошел курс самообороны крафтмага? К сожалению, мы не боги. Так, жизнеутверждающие. Некролог на иврите или на русском языке? На самом деле, мы не боги, мы не можем... В данной ситуации, если все трое нападающих знают, что делать, и все трое одновременно будут атаковать, но здесь вариантов нет. При этом, если еще удавка будет на шее, у одного будет нож, у третьего пистолет. Ну, пистолет, штука дистанционная, поэтому с ней действительно мало что сделаешь. А вот против ножа и удавки можно было бы еще подергаться? Опять же, смотря, в зависимости от того, сколько нападающих, чего они хотят, и опять же, если их цель вас непосредственно устранить, да, то есть убить, если удавка на шее, нож под ребрами, то ситуация патовая. Другой вариант, если они что-то от вас требуют. То есть, они не знают, где это лежит, и вежливо спрашивают? Как вариант. Так. Опять же, в зависимости от ситуации. По возможности, никакое имущество не стоит ни вашей жизни, ни вашего здоровья. Отдайте, расстаньтесь с ним. Это точно. Даже сама машина того не стоит. Конечно. А если драка на борту? Но здесь действуем по ситуации. Действуем по ситуации. Веревка на шее, и справа там маячит ножик. Веревка на шее первая опасность. То есть, получив, даже получив несколько ножевых ранений, мы можем продолжить... Пожить еще? Конечно. Мы еще живем, мы можем продолжить какие-то действия. Как минимум, хотя бы освободиться от этой веревки и попробовать покинуть автомобиль. Можно научиться? Вот тому, чтобы рефлексы сработали в ситуации. Потому что покинуть автомобиль с веревкой на шее... С веревкой на шее мы от нее освободимся. Да, мы должны от нее освободиться. Конечно. И, соответственно, в человеке должна быть уже какая-то наработка. Потому что мозгом это сразу не придумаешь. Это должны быть рефлексы. Ну, начнем с того, что неподготовленный человек, то есть, простой обыватель, который никогда в жизни с этим ни с чем не сталкивался, он просто испугается, и это будет его самая большая ошибка. А когда он перед этим зашел в крафт-магу и посмотрел, как это делается? И он уже не... Обывательный? Посмотрел, не поучаствовал. Так, а поучаствовал? Поучаствовал, не научился. Хорошо. А вот после того, как Виталий Ковалев занялся им персонально, едет Виталий Ковалев как-то раз вечером на своей собственной машине. Была ситуация. Так. Со мной тоже была ситуация. Не так давно. Это было летом. По необходимости мы ехали из другого государства в нашу страну. И случилось... Ты прав. Вот сюда по необходимости приезжают. Это точно. Нет, я оттуда ехал по необходимости на машине. И случилась ситуация неприятная. Лопнуло колесо. Автострада достаточно оживленная. Очень быстрое движение. Там 130 разрешенная скорость движения. То есть вот мы с этой скоростью примерно ехали. Ну все, остановились. Все как положено. Знак выставили. Меняем колесо. Нас было двое. Второй человек тоже вышел. Колесо было заднее правое. То есть соответственно вся левая часть машины была собственно говоря со стороны движущегося транспорта. Левая со стороны движущегося? Вы в каком ряду гвоздь словили? В правое заднее колесо. Понятно. И соответственно вы ушли на правую обочину? На обочину, да. Ушли и меняем колесо. Машина ну как что багажник открыли там пока же вещи достали колесо достали все это машина сама-то открыта. наклонились оба там разговариваем около этого колеса пока я там гайки откручиваю. Поднимаю голову смотрю в стекло от моей машины пригибаясь кто-то удаляется. Успеваю человеку отдать ключи говорю машину закрой. Что надо было сделать на самом деле с самого начала. Ну что у меня в руках был баллонник вот с этим баллонником вперед напротив через дорогу через трассу стоит машина Volkswagen Passat там два человечка один на заднем сиденье сидит один соответственно водитель тоже если бы было немножко по-другому может быть я не успел ехать. Так я быстро бегаю я успел догнать. Так водитель был за рулем в этом моменте? Водителя не было за рулем. А водитель пошел как раз на дело? Водитель да как раз пошел на дело. Второй сидел на заднем сиденье. Ждал водителя? Да, но тем не менее у меня было опасно я опасался чего что второй человек который сидит на заднем сиденье у него мог быть пистолет это был государство скажем так достаточно в котором криминальная остановка на таком на хорошем уровне. То есть это балканские страны вот это вот одна из где легального оружия нет? Легального нет но оно в обороте обширно да так и преступность на высоком уровне и соответственно у меня было опасение что а что есть нож и возможно что у второго человека есть пистолет поэтому собственно говоря он сидит там на заднем сиденье то есть дожидается развития ситуации вот но мне в общем-то повезло а им нет а им нет да но надо отдать должное все-таки они услышали русский язык выматерились по-русски сказали ты русский если бы знали бы не полезли а по номерам? по номерам были иностранного государства ах вот это что маскировку подвела хорошо но это была ситуация где Крафт Маган не очень присутствовала а скорее русская решимость и быстрая реакция да а вот непосредственно семинар по подготовке человека к реальной и неприятной ситуации когда он едет за рулем и у него внутри машины что-то происходит либо разборка в которой его вовлекают снаружи вот здесь какие рекомендации Крафт Маган насколько полезен человеку в этой жизненной очень неприятной ситуации полезно во всех отношениях здоровье укрепляет начнем с того начнем с того что помимо укрепления здоровья мы занимаемся психологической подготовкой опять же увидев двух нападающих и то что это оживленная трасса я бы может быть еще 10 раз подумал бы перебегать мне эту дорогу или нет я про себя говорю да вот про ту ситуацию которую я до этого рассказал попробовать вернуть сумку или нет я бы еще подумал просто там в этой сумке были все документы вот деньги это не важно там были водительское удостоверение там паспорт и так далее опять же на это надо было решиться то что мы делаем в Крафмага большой раздел у нас в Крафмага включает как раз психологическую подготовку это воспитание как раз таки таких вещей как уверенность в собственных действиях уверенность в себе мы подводим очень-очень аккуратно человека вообще к процессу именно работы когда у тебя есть один нападающий два нападающих три нападающих и более и целая армия нападающих ну армия 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 но тем не менее несколько нападающих человек все-таки умеющий двигаться правильно правильно принимать решения у него есть шансы как минимум выжить хотя бы вообще задача да не столько победить сколько выжить как минимум опять же большой раздел уделяется психологическому давлению то есть человек когда его вербально оскорбляют да не всегда агрессия может быть физическая это может быть вербальная агрессия если мы говорим да там о каком-то насилии возможно домашнем а умение противостоять противостоять именно психологическому давлению оно тоже вырабатывается со временем у нас есть некоторые упражнения когда напарники в зале должны друг на друга кричать и таким образом вырабатывается такой психологический щит я лично был в ситуации когда меня пытались два человека ну прессануть так скажем взять наглотку при этом нет они не переходили к каким-то физическим действиям но вот такой обычный пацанский разговор был я могу сказать что вот после занятий Кравмага я я их нашел и после этого мне было не страшно я уже поймал себя на мысли о том что у меня не участился пульс я абсолютно точно понимал что мне делать в этой ситуации поскольку все что они делали мы проходили в зале ну ребята вы бы видели что мы делаем мы тут еще не такое делаем да и поэтому психологически я был готов к развитию ситуации стойк и крепок да конечно потом было немножечко уже когда все разрешилось когда я второго закопал наконец полегчало нет нет ни в коем случае никого не закапываю оставляйте на месте нет так хорошо ситуация нас вовлекает в конфликт извне мы едем за рулем и какая-то разборка которая умышленно спровоцирована против нас вот большинство людей скажем так часть людей говорит я из машины не вышел потому что это моя крепость я закрылся и жду развития событий а часть наоборот ааа ну вот теперь-то я приму в этом активное участие крафтмага в этой связи как-то дифференцирует их действия дает какие-то советы на самом деле давайте начнем с того если нас вовлекают в ситуацию или каким образом вовлекают мы хотим вмешаться вступиться за кого-то или там я не знаю нас обзывают там нас кидают что-то простейший вариант нас подрезают нас оскорбляют в нас кидают бананом показывают палец и идиоматическими жестами объясняют кого конкретно здесь зовут Хулио ну опять же надо учиться самообладанию если вы считаете себя этим самым там Хулио да то есть это надо реагировать как говорит наш бывший президент на вызовы времени надо отвечать да но есть такое понятие понимание да то есть опять же того вы вмешались в конфликт став участником конфликта не стоит забывать что вы тут же попадете как минимум есть у вас большая возможность попасть под какую-то статью уголовного кодекса не дай бог 105 есть ли в этом необходимость нет то есть поначалу анализируйте ситуацию и последствия а сказав а соображайте что будете делать вместо буквы б конечно конечно но и тем не менее предположим что они уже вашу машину заблокировали остановили и и вот их несколькие они чего-то очень настойчиво хотят соответственно если машина не заблокировала заблокируйте ее то есть двери и набирайте телефон вы не супермен звоните в полицию продолжают по своему сценарию вы звоните а они продолжают стекла машины бьются очень быстро особенно боковые они каленые само собой все что опять же если несколько человек там это это женщина например да ну что она сделать с этим даже с одним мужчиной ну еще если она ничем не занимается если она не обладает какими-то физическими данными достаточно высокими чтобы противостоять мужчине что она может сделать это набрать телефон полиции да там или там 112 у нас сейчас попробовать по возможности ну там запомнить и назвать номер автомобиля который ее подрезал или записать его ну или хотя бы записать что-то такое произвести то есть так ли значит сделать хоть пару шагов чтобы следователь потом после эксгумации вашего трупа знал в какую сторону идти но на самом деле всерьез противостоять здесь никому не получится и здесь все на усмотрение нападающей стороны смотрите ну на самом деле опять же если бьются стекла в машины если мы понимаем что там нас собрались убивать педаль газа в пол и таранить машину выезжать покидать место да вот именно об этом и речь потому что у вас машина это по большому счету единственный инструмент который вы обладаете если она даже минимально на ходу то до последнего это единственное что вас спасет а последствия дтп и бонус малос по осаго это уже не для этой ситуации само собой то есть машину не надо беречь на дороге если возникает угроза вашей жизни машина становится расходным материалом пережив на новости московский центр крафт мага андрей житинев виталий ковалев причем андрей житинев блистательный специалист по связям с общественностью а виталий ковалев старший инструктор это тот человек на которого нападать но это только сдуру если да опять же возвращаясь к теме автобезопасности когда мы говорим о крафт мага мы можем поговорить час в эфире мы можем поговорить два три сколько угодно но это все теория любое любая система самообороны она требует практики даже там боксер тяжеловес без практики ведения боя в ограниченном пространстве все его знания и умения практически сводятся на нет да если на него нападают в машине хотя я конечно себе слабо представляю такую ситуацию но тем не менее для того чтобы уметь противостоять физической агрессии в салоне автомобиля или возле автомобиля нужно это регулярно отрабатывать для этого мы проводим для наших студентов семинары то есть все знания полученные в зале студенты могут отработать не просто там сидя на табуретах в зале в зале где им ничего не грозит а на холоде как это было в ноябре в машине мы действительно поставили автомобили в которые люди садились выходили покидали экстренно со всех мест с пассажирских с водительского а также отрабатывали ударную технику именно в салоне это ударная техника рукой ногой конечно не получится к сожалению но можно включить голову то есть удар головой в висок например противника который сидит рядом он тоже очень болезненный и очень действенный для человека который хочет выжить да он очень пригодится опять же все нужно отрабатывать потому что теория ну это бокс по переписке опять же что могу добавить что конечно же да я соглашусь с Андреем регулярность физических нагрузок тренировок она необходима что я могу сказать про крафмага мы занятие крафмага позволяет достичь этих результатов максимально короткий срок если почитать подробно крафмага о том как на чем построена система как строятся те или иные приемы и удары все построено на естественных движениях человеческого тела на рефлекторных движениях тела то есть это практически все движения которые мы выполняем они нам знакомы так или иначе с самого детства поэтому это ведет с собой просто быстроту в обучении быстроту освоения материала то есть и получается что крафмага по большому счету может из человека с слабыми физическими кондициями при его желании сделать весьма боеспособного и хотя бы того человека который может себя сам защитить и насколько я понимаю поскольку в цахале служит и женщины то крафмага она подразумевает в том числе и очень серьезную помощь совсем слабеньким и очень красивеньким которые в принципе не думали про себя что они могут быть серьезной угрозой для нападающих разумеется да в моих группах у меня смешанная группа у меня девушки занимаются наравне с ребятами наравне с ними выполняют практически все задания да там где-то мы им даем какие-то послабления да очень-очень-очень немножко их ребята где-то берегут но это совсем-совсем немножко даже может быть и не будет там 10 процентов от того что выполняют и ребят то есть девчонки они стараются они работают вся их работа еще раз повторюсь она практически такая же как и у ребят все приходили одинаково все приходили в группы набирались там практически приходили все разного уровня 3-4 месяца и в среднем в среднем группа она достигает определенного результата то есть она идет за 3-4 месяца уже на достаточный уровень то есть на своем уровне они способны решать какие-то проблемы они могут хорошо и сильно бить причем бить в разные стороны они могут выполнять какие-то освобождения в том числе как раз от удушения от различных собственно говоря достаточно хорошая система на мой взгляд на мой взгляд одна из лучших систем рукопашного боя который сейчас присутствует в мире а у Виталия опыт есть насколько она поделена ступеней совершенства вот человек пришел с нуля и для того чтобы уже безопасно для себя ходить по Бирюлево-Западное ему нужно сколько курсов крафт-маги месяцев недель лет хороший вопрос всегда есть зависимости от но цикл есть какой-то ходить одно искать себе приключения на одно место мягкое это другое а иногда выходишь она сама тебя нашло хорошо опять же смотря как мы выходим а мы готовы к этому выходу через сколько ко всему есть подход 3-4 месяца в среднем 3-4 месяца достаточно для получения человеком начального базового уровня с нуля при этом у человека может не быть никаких физических абсолютно навыков то есть он абсолютно это обычный обычный там обыватель обычно простой человек простой нормальный программист с мечтами старшего программиста абсолютно да то есть 3-4 месяца мы гарантируем на то что по истечении этого периода человек будет способен как-то за себя постоять а автомобиль как спецфакультатив он идет не с нуля или в том числе можно прийти сказать ну не хочу руками и ногами махать не пригодится я за рулем в рост по форме сидения хорошо в автомобиле мы что будем делать атаки будем наносить удар будем да если на нас будет нападение противодействовать там тому же там угрозе ножом или там то же самое давки будем будем как это сделать этому надо научиться просто так взять за одно занятие научиться всему стать суперменом это невозможно машину потеряешь только хорошо если машину но это как они здоровье и не жизнь то есть автомобиль как спецфакультатив он идет уже после того как человек освоил какую-то базу хотя бы да хотя бы какой-то базы вот это вот базу как раз 3-4 месяца это и будет как раз заложен базовый уровень все остальное можно накладывать сверху как елочные игрушки на елочку навешивать крафт мага это всегда голыми руками или с применением каких-то подручных предметов абсолютно нет крафт мага это прикладная система то есть система предназначенная для решения проблем тех проблем которые с нами могут случиться не в спортзале а именно на улице в любой ситуации поэтому и действуем мы соответствующие применяя любые удары в болезненные зоны такие как ПА глаза горло и тому подобное и соответственно используя любые подручные средства любые начиная от мелочи в кармане и заканчивая тем что мы можем найти и подобрать на земле в машине пожалуйста прикуриватель пожалуйста ремень пожалуйста мобильный телефон у вас есть всегда с собой ключи ручка или карандаш какая-то которые там лежат и так далее это можно перечислять до бесконечности люди живущие на Кавказе родившиеся там они обладают совершенно удивительным навыком холодного оружия они владеют так как они преподают например в советской школе самбо и в красной армии может ли Краф Мага научить людей противостоять вот этому фантастическому практически природному навыку начнем с того что зачастую это как правило это очень-очень-очень завышено ну пусть это будет комплимент тому сопернику бесспорно да бесспорно ребята эти они с детства да есть вот вы такое мнение я где-то может быть даже с ним соглашусь что они работают с ножами в нашей системе очень много много времени и именно выделяется приемом который позволяет решить проблему именно при угрозе или при атаке даже при ударах ножами при угрозе пистолетом при угрозе длинноствольным оружием при ударах палками то есть весь спектр и в том числе бутылка из-под шампанского под названием розочка камня все-все-все розочка она ничем не отличается от ножа да практически ничем не отличается соглашусь да там только сектор поражения хотя конечно методика владения я бы сказал бы не сектор поражения а траектория нанесения ударов немножко могут различаться да и глубина проникновение в кровмога есть такая градация предметы похожие на нож предметы похожие на камень и предметы похожие на палку соответственно розочка она относится к предмету похожему на нож человек который прошел базовый курс подготовки по системе крафт-мага он по большому счету готов с голыми руками защитить себя ну в чистом поле не нашлось нету тех самых подручных предметов и даже мобильного телефона или все-таки это какая-то ступень совершенства когда ты готов ни с чем противостоять одним из первых скажем так защитных действий которые изучаются у нас как раз таки вот за вот эти то что я сказал первые 3-4 месяца это именно защита не от угрозы ножом а именно от удара ножом снизу сверху сбоку сбоку и снизу да то есть по любым траекториям называется система защиты 360 градусов то есть 360 градусов это у нас круг вот под любым углом если идет атака кроме укола вот эта вот защита как раз таки позволяет защититься на последующих уровнях уже изучается защита именно от укола ножом и так далее и тому подобное всяких изощренных атак типа там секущих и так далее и тому подобное но вот именно на первом на базовом вот этом уровне в том числе говорю вот первая защита которая изучается это именно от удара ножом то есть вы начинаете с самого важного по большому счету с того что является угрозой нашей жизни к сожалению на каждом шагу потому что даже советская шпана в плохих боевиках времен СССР начинала с того что она доставала заточку из кармана и к сожалению сейчас все чаще и чаще этим пользуются и у нас на улице заточки всякие отвертки ножи и прочие предметы похожие на холодное оружие и крафт мага она и маленькую девочку в том числе обезопасит осталось только пойти и поучиться у меня есть и детские группы придите посмотрите что может делать восьмилетняя девочка экспертное радио